Чтобы детям оставить не столько наследство, сколько наследие. Есть ли принципиальное отличие между семьями без детей и семьями с детьми? Наша семья – это я, это Игорь. Дети приходят, дети уходят. Мы должны их научить рассчитывать на себя. На 7 лет мы поставили план 10 тысяч школ. Это путь длиной в цать лет, но вас это не пугает? Нет, нам наоборот это интересно. Друзья, всем привет! Меня зовут Ольга Чебыкина, и вы на канале «Непринято обсуждать». Привет вам из морозного Екатеринбурга на улице минус 30. У меня в кружке кипяток, и я хочу для начала попробовать поучаствовать в дубак-челлендж. Не знаю, что из этого получится, надеюсь, оператора не оболью кипятком. Итак, для чего я попыталась сделать этот небольшой эксперимент? Для того, чтобы еще раз подчеркнуть, что мы находимся именно в Екатеринбурге. Да-да, на Урале, а не в Москве. Вы знаете, в связи с чем возникла такая необходимость? Чем больше вес набирает канал, чем больше у нас подписчиков, чем более статусные люди появляются в «Непринято обсуждать». Хотя мою концепцию вы тоже представляете. Я не делю людей на статусы, регалии, тем более не делю людей по количеству нулей на их банковском счете. И концепция «Непринято обсуждать» – это искренние разговоры с людьми, которые как раз такого статуса не имеют. Тем не менее, очень много известных людей все равно на канале появляется. И я чаще и чаще сталкиваюсь с заблуждением, что наша команда работает в Москве. Это не так. В Москве мы тоже иногда снимаем, но вообще-то база наша в Екатеринбурге, чему мы несказанно рады и гордимся. Но прямо сейчас обещанное мной интервью с супругой Игоря Рыбакова Екатериной. К сожалению, оно не было таким длинным, как мне того бы хотелось. Не воспринимайте мои слова как оправдание, просто есть реалии. Когда люди приезжают в деловую командировку и на все дела есть только сутки, очень сложно вписать в плотный тайминг еще и такую длинную беседу. У нас было 20 минут, все эти 20 минут прямо сейчас будут представлены вам. И, конечно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки или дизлайки, если вам что-то не нравится. Не забудьте нажать колокольчик, чтобы вам своевременно приходили уведомления о новых выпусках. И, не скрою, я буду счастлива комментарием по возможности, даже стараюсь на них на все отвечать. Поехали! Екатерина, спасибо огромное, что в этой суматохе вы нашли время с нами поговорить. Очень приятно. Вам спасибо. Конечно, большая часть моих вопросов, и, наверное, для вас это не неожиданно, связано с вашей семьей и с Игорем Владимировичем в частности. Потому что из самого поверхностного, каково это быть женой миллиардера, такого сильного человека. Вас замучили уже этими вопросами, скажите? Да нет, я не даю себя мучить-то. Тем не менее, как часто вы сопровождаете супруга в поездках, я имею в виду делового свойства, конечно, не про отдых семейные какие-то вещи идет речь? Ну, по мере возможности не так часто. Ну, он самостоятельно справляется. Если есть возможность, я с удовольствием поддерживаю. Почему вы сегодня здесь? Потому что у вас есть дело, которое завтра вам предстоит. То есть это такое стечение обстоятельств. Да, вы правы. Завтра предстоит еще один форум, который наше совместное с ним дело. И к тому же вчера я была в городе Верхней Салде на свадьбе у своего племянника. Так что я решила воспользоваться этой возможностью и сразу везде побывать. Очень классно. Кстати, про это как раз не написано в СМИ, и слава богу, что-то не просочилось. Вы знаете, когда я читала книгу Игоря Владимировича Жажда, там в конце огромный список благодарностей. И совершенно предсказуемой благодарности, например, вам. Но я обратила внимание, что вот есть такое даже понятие семья, ну это мама, папа, дети. А есть понятие большая семья. Бабушки, дедушки, род. Дяди, тети, род. Вот это укоренение. И в вашем случае, я так понимаю, это большая семья. Немножко расскажите, кто у вас есть, кто еще является теми важными, смыслообразующими, цементирующими членами семьи, о которых мы все не знаем пока. Род есть у каждого, но не у каждого есть история рода, наверное. У нас в этом смысле очень благополучно сложилось. Мой дед писал мемуары в жизни, и мы недавно издали эти его рукописи. Они были написаны неразборчивым почерком, мы все расшифровали и сделали так и трехтомник. И сейчас вот выпустили как раз еще дополнительный том, письма его, которые он писал моей бабушке с фронта. Эти письма сохранились, и вот мы их тоже напечатали. Очень дорожу этим. И вот семья моей мамы родом, она из Ленинграда, но во время эвакуации они попали на Урал и так остались здесь. Мама всю жизнь прожила в Верхней Салде, и вот у меня там до сих пор родственники. Я сама родилась в Нижнем Тагиле. И папа мой в Нижнем Тагиле прожил яркую жизнь. Его уже 14 лет нет с нами, но его до сих пор помнят. И ему была тоже благодарность в книге. Для меня это все огромное значение имеет, и я этим очень дорожу и ценю. Очень здорово знать, что ты в этом мире не случайно, не с чистого листа, что за тобой целое поколение целого рода. Это правда. Но это большое счастье, большая редкость. Вы же знаете, что про нас русских говорят. Ну вот этот поговорок про Ивана, не помнящие родства. Как думаете, в чем? Это, может быть, какие-то исторические, социо-демографические факторы, войны и все прочее. Почему такая разобщенность и даже внутри своего рода бывает? Я не хочу каких-то обобщений, громких слов делать, но тем не менее это часто. Я мало знаю семьи, у которых есть большая семья, в том смысле, о котором мы сейчас говорим. Ну да, вы правы. Это, скорее всего, связано с геополитическими вот этими всеми историями, которые преследуют нас. Ну, не так, может быть, важно, почему это, как важно то, как это отражается на нашей жизни. И действительно, я думаю, что это такой фактор, сильное влияние оказывающий. Ну, потому что, когда мы бываем в Европе, и мы видим, как там обустроен и обихожен каждый квадратный метр земли, и понимаешь, что здесь дело вовсе не в деньгах, а дело именно в отношении к этой земле. Это земля моя и моих предков, и моих потомков. И никогда человек не пройдет мимо покосившегося забора или там невыполотой травы. И он это сделает не потому, что ему за это заплатят, а потому что это его земля просто. И вот это отношение, что мы здесь не на короткий миг, а на долго, пусть не мы, но наши потомки продолжат. Вот это отношение очень важно. Это действительно то, что хочется и прививать и сегодняшнему поколению, и будущему поколению. Это то, что явно прослеживается в том, как живет ваша семья, и в том, что вы делаете, и вот этот задел на будущее, и рыбаков. Я надеюсь, да, мы об этом много думаем, о вот этом горизонте планирования, о долгосрочности, о наследии, о том, чтобы детям оставить не столько наследство, сколько наследие. И это напрямую связано с историей про эндаументы, которые мы хотим инициировать в школах и в других. Обязательно сейчас про это спрошу. Я понимаю, что это очень важная тема. Игорь в одном из интервью сказали, я не знаю, как ваши дети отнеслись к этому заявлению, что вы им... Игорь Владимирович не собирается оставлять им наследство. Это была, ну, отчасти такая громкая, чуть-чуть приукрашенная фраза, или это правда так, по факту? Ну, смысл этого действия не в том, чтобы лишить детей чего-то, да, а в том, чтобы не ограничивать их выбор, чтобы не профилировать их и не вынуждать их вставать на тот путь, который они сами бы себе, может быть, и не выбрали бы. До определенного возраста у детей еще не сформировалось... у них не сформировалось еще представление о своей будущей жизни, и они его сейчас формируют. И поэтому они, ну, вот вы спросили, как они отнеслись к этому, да, очень, ну, как данности, да, абсолютно естественно. Но сейчас, собственно, послание наше родительское им заключается в том, что то, что им уже дано, таланты, способности, окружение, среда. И род. Вот. И род. И род. И это уже очень много, и они в силах, в состоянии выстроить свой жизненный путь сами. Вот. Мы в них верим, и мы полностью на них полагаемся в этом, и ничем их не ограничиваем. Вот в чем смысл нашего родительского послания. Круто. Я сейчас задам один вопрос. Он сильно меня волнует. Мне когда-то адресовала его одна из зрительниц моего канала. Я спросила Ольга, как вы относитесь к Child Free, к женщинам, у которых нет детей, и не хотят они их иметь? Ну, то есть они могут физически, но просто не хотят. Или семьям. Может ли семья без детей быть полноценной? Я открестилась от необходимости отвечать на этот вопрос. Я не чувствую себя в праве вообще выносить вердикты, полноценные или неполноценные. И тут на днях я надумываюсь, о чем думаем, то и видим, конечно, да, на видяшку такую, что не все, а многие европейские лидеры, они бездетны. Макрон, Меркель, Тереза Мэй, премьер Британии, дальше шотландские, голландские и так далее. То есть едва ли не весь Евросоюз. Понятно, какой вывод из этого делают авторы ролика. Как вы думаете, есть ли принципиальное отличие между семьями без детей и семьями с детьми? Ну, к вам вопрос, в принципе, по адресу, потому что вы знаете, как до детей, и знаете, когда их четверо. Чем отличаемся вы? Я дам ответ, может быть, который вы не ожидаете, да. Я думаю, что семьи, у которых есть дети, дети – это такое благословение, да, но дети приходят в нашу семью. Наша семья – это я, вот и Игорь, да, мы вдвоем, это наша семья. Дети приходят, дети уходят. Мы остаемся. Это вот связано немножко с моим предыдущим ответом на мой вопрос. Очень важно вот за это время, пока дети в семье, пока они дети, дать им навык быть автономными, быть самостоятельными, быть независимыми, быть сильными. Потому что мы не знаем, что нам готовить в завтрашний день, мы не знаем, к какому будущему их готовить. Мы должны их научить рассчитывать на себя, делать выбор, нести за него ответственность. Поэтому наше желание подстелить соломку, оно часто оказывает негативный эффект. Обратное действие, да. В этом смысле, я думаю, что мы не сильно отличаемся от тех семей, у которых нет детей. Наш принцип, мы растим детей не для себя. Ну вот нет такого, что... Хотя мы говорили о роде, да, но это автоматически происходит, да. Тут то, что вот мы есть, то, что мы проживаем свою жизнь с Игорем, да, то, что мы создаем, то, что мы создаем не столько для своих детей, сколько для всего общества. Это правда. Вот это и есть наследие. И очень хочется все-таки, чтобы дети были автономные, сильные и рассчитывать умели на себя. Супер. Меня восхищает ваш ответ, но по-честному скажу, видите, у меня следующий вопрос. Кто на первом месте? Ну это условно, муж или дети. То есть я отчасти... Конечно, муж. Конечно, муж. Это большая ловушка. Я хочу, чтобы вы это сказали, как мама четырех детей, да-да. Да, и я вот не скажу, что мы избежали этой ловушки, я, конечно, в какой-то момент в этой ловушке оказалась. Когда переключились на детей. Да, я с головой, можно сказать, ушла в это родительство, в это материнство. И это очень сильно засасывает, и ты оказываешься в такой очень комфортной, в очень... Ну вот это... Это благодатная ситуация. Ты любишь, тебя в ответ любят, ласковые ручки. Да, от тебя все зависит. Ты в этой ситуации всем рулишь, всем управляешь, все контролируешь. И, конечно, но обратная сторона у этого такая, что вот мы, конечно, и с Игорем, но опасность в том, что мы могли потерять контакт. Было то есть такое? Ну, опасность была, да, но мы вовремя на это среагировали. Вы увидели его сигнал или он сказал, Кать, Кать, я тебя теряю, прием, прием. Я хочу, чтобы было как раньше. Собственно, в какой-то момент просто пришло ощущение, что категорически чего-то в жизни не хватает, неудовлетворенность какая-то. И, конечно, ну, возможно, у Игоря были какие-то ответы на его вопросы одни, у меня были другие ответы. Ну, и вот в поиске общих ответов мы и выбрались из этого. Здорово. А кто инициировал этот или это все-таки было встречное движение? Потому что в эту ловушку попадают практически все, как мне кажется, только не все выбираются. Я думаю, что первый шаг я больше рискнула сделать, просто потому что, ну, может быть, это просто женская роль такая, да. То есть держать руку на пульсе и реагировать, когда поступают эти сигналы. Мужчины, они же там где-то в полях, они же достигаторы, они же экспансией занимаются. А мы здесь разгребаем завалы. Очень круто. Отчасти, на самом деле, эта же нотка сегодня тоже чувствовалась на его выступлении, когда он со сцены говорил. Когда ты тоже, я достигатор, я зарабатываю деньги, у меня бизнес-планы, цели, вот я их достиг, вот с друзьями обмыл, а вот пришел, а жена что-то такая, а что ты, а я наложила контакт. И это все, когда люди параллельными жизнями начинают жить, вроде бы оставаясь внутри одного дома. Очень понятно, про что вы говорите. Мне кажется, это не зависит от масштаба заработка, от социального статуса. Абсолютно одинаковые вещи. Все мы из мяса, из костей. Это точно. Самый сложный момент в отношениях с Игорем. Можете вспомнить такой прям какой-то? Все же хотят с женой миллиарды растачу, по-честному. Давайте, во-первых, вернем людей к реальности в из студенческих лет вместе. И тогда еще никто не знал, что деятельный студент будет в сотне Forbes и рвать залы своей харизмой и так далее. Вы были... Ну, харизма-то уже была. Я так хотела сказать. Это можно было прощупать. Был какой-то один такой момент, когда вы подумали, ну, блин, я ошиблась в выборе? Такие моменты слабости, конечно, бывают. Но это никогда не как фон, это именно как какие-то такие моменты. Но большую часть времени другое, конечно, вот это состояние, когда жизнь бурлит, кипит. Всегда какая-то движуха, всегда какие-то сюрпризы. И сегодня у нас есть приз, который достанется одному из наших подписчиков. Выполнить нужно два простых условия. Быть подписанным на канал «Не принято обсуждать» и оставить под этим видео любой содержательный комментарий. Приз отличный от наших друзей. Центр лечебного голодания Улутай на Алтае – это набор алтайской косметики. Вы знаете, я подумала, что если бы не стеклянные здания на заднем плане, то я могла бы вам вполне сказать, что нахожусь на Алтае. Там сейчас также солнечно, также морозно и снежно. И вообще, конечно, это место силы в самом прямом смысле. Я там была, и визит в Улутай производит неизгладимое впечатление. Я не слукавлю, если скажу, что жизнь делится на до и после восприятия этой самой жизни. Знаете, что говорят про Улутай? Это место, где продляется жизнь. Мне кажется, этот приз очень актуальным именно в этом выпуске, потому что и с Игорем Владимировичем, и с Екатериной мы много говорили о наследии, о том, как жить долго, о том, что мы оставим после себя, о том, как будут жить наши дети. Поэтому мне кажется очень символичным, что у меня есть такой алтайский привет для вас. Подписывайтесь на канал и оставляйте комментарии. Я бы хотела, чтобы вы рассказали про то, что будет завтра, про вашу идею формирования сообществ вокруг школ. Мне кажется, может быть, я склонна драматизировать, что наша система образования, она катастрофически костная. Какая ваша цель? Я так понимаю, что все-таки есть более глобальное видение. Что можно делать, не нужно нашим детям? Я вижу противостояние между родительским и педагогическим сообществом. И никто в этом не виноват, ни родители, и ни педагоги. Педагоги тоже находятся в очень сложной ситуации. В них, с одной стороны, давят администрации, а они реально давят. А с другой стороны, на них давят родители, предъявляя им свои требования. И многие родители очень любят прийти и рассказать, как правильно учить детей. И мой ребенок всегда так, он умный. И нам кажется, что наша попытка сформировать сообщество не два разных сообщества, которые противостоят, а единое, цельное сообщество. Потому что, изменив отношения, изменив качество взаимодействия взрослых людей внутри школы и вне школы, мы решаем эту задачу. То есть, другое качество взаимоотношений между родительским и педагогическим сообществом, если бы эти два сообщества объединились в одно и поняли, что у них общие цели, задачи и поле взаимодействия, вступив в диалог, где никто никого не перебивает условно и не противоречит друг другу, а именно ищут общий способ решения возникшей ситуации. И самым ценным в этом я вижу то, что мы взрослые взаимодействуем между собой, мы детям показываем модели поведения. То есть, и сегодня дети у нас учатся вот этому противостоянию, учатся войне, конфликту, вместо того, чтобы учиться договариваться и взаимодействовать. А, собственно, все говорят о том, что сегодня школа должна научить детей не столько физике, математике и русскому языку, сколько навыкам 21 века. Это способность коммуницировать, способность коллаборировать. Да, но по факту их пока учат заполнять тесты и правильно на них отвечать. Нам сразу сказали, в четвертом классе будет вот это вот контрольное, общее, российское. Эти оценки никуда не пойдут, но они сказываются на рейтинг школы. Поэтому нам, взрослым, сейчас надо на минутку перестать думать о том, чему учить детей, надо самим немножечко подучиться, подучиться общаться, взаимодействовать, сотрудничать. И для этого мы формируем вот эти сообщества, способствуем формированию сообщества и призываем. И те школы, в которых такие сообщества сформированы, с участием родителей, и что очень важно, с участием выпускников. Потому что выпускники представляют некую модель будущего для ребенка, который сегодня учится в школе. На эту модель смотрят и родители, и педагоги, и сами дети. И успешный выпускник – это главный результат школы. Не результаты экзаменов ИГ, а успешный выпускник. Он, может быть, экзамены сдал в свое время на тройке, но добился в жизни успеха. И мы тогда понимаем, что главное в школе – это выпускник. И если он приходит и возвращается в школу в качестве вот этого, частника этого сообщества, и все взаимодействуют, начинают, то вот наши дети и учатся у нас. Они же учатся у нас не тому, что мы им рассказываем, а они учатся тому, что мы им показываем. Конечно, конкретными поступками, результатами своей деятельности, безусловно. Более того, сообщество, во всяком случае, выпускники вузов крупных, международных, университетов знаменитых – это мировая практика. В России это не слишком принято, и здорово, что кто-то будет амбассадором. Да, и, собственно, эндаумент – это только лишь повод сформировать вот это сообщество людей, готовых и финансово, материально, и, что самое главное, эмоционально, и своей личной энергией, интеллектом, экспертизой, связями поддерживать эту школу. Вы же понимаете, что это путь длиной в цать лет, но вас это не пугает? Нет, нам наоборот это интересно. У нас еще как раз остался большой кусок жизни впереди, и мы себе ищем поле для самореализации в новой области. Конкретные шаги с чего начинаются? Вот, например, завтра в Екатеринбурге что вы будете делать? Завтра мы будем представлять примеры уже тех школ, которые открыли эндаументы на нашей платформе Легаси. Вот платформу Легаси мы создали специально для того, чтобы облегчить школам путь по формированию своих эндаументов, своих фондов целевого капитала. Это решение администрация школы должна принять, вступить в инициативу может проявить либо директор школы, представитель администрации, либо кто-то из выпускников. Либо даже у нас есть примеры, когда сами дети и ребята, которые ученики в школе, они проявляют инициативу, приходят с предложением начать формировать эндаумент для своей школы. Это потрясающе, это очень круто. Я преклоняюсь перед этой идеей. Я надеюсь, что наш вот этот непродолжительный, к моему сожалению, диалог тоже будет той каплей, которая точит даже камень. И нас большое количество взрослых женщин посмотрит, как минимум, которые являются а, мамами, б, возможно, учителями, может быть, и мамами, и учителями одновременно. И что что-то произойдет. Сколько школ уже у вас под патронатом этим ментальным находится? Уже открыли эндаументы, насколько я знаю, 5 школ. И мы очень рассчитываем на то, что те школы, которые сейчас обдумывают это решение, примут положительное решение. Понятно. Но мне кажется, в вашей семье, которая под предводительством все-таки Игоря Владимировича сейчас существует, правильно? Уже классическое понимание семьи. В смысле, нет? Ну, не знаю. Серьезно. Я бы не сказала, что у нас какая-то там патриархальная семья. Мне очень ценно, что мы обсуждаем многие вопросы и приходим к совместным решениям. Супер. Тем не менее, есть ли план, сколько школ должно быть через столько-то лет, сколько через столько-то лет и так далее? Какой-то оцифрованный, ну, как в бизнесе условно принято. Ну, на 7 лет мы поставили план 10 тысяч школ. Снизить планку всегда успеем. Ну, я уверена почему-то, что вы не будете этого делать. Екатерина, у меня на самом деле тысячи еще вопросов, но, к сожалению, тайминг заставляет нас расстаться. То, что я могу, я могу продвинуть, попытаться продвинуть наше интервью максимально широко, чтобы как можно больше людей услышали те светлые идеи, которые вы несете в вашей семье, которые вы делаете благодаря вашему фонду, благодаря тому, что вы мыслите шире, чем подавляющее большинство людей. Это так, с этим можно не спорить, но я уверена, что это может быть заразительно, что можно людей научить даже думать по-другому. И вам за это низкий поклон. И, конечно, успехов. Спасибо большое. 10 тысяч школ, отличный план. Мне кажется, какой бы сильной, продвинутой и разносторонней не была женщина, цветы красивые, они никогда не лишние. Не повредят. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.